Амаль 70 детей в возрасте од некольких месяцев до 4-х годов. За час их находжения у этой установки администрация повинна знайсти для малых новые семьи. Те вернуть их у биологичные. По коль же своими матьи дети называют медиков, выхователям и пробиральщиц, батьками, дворников и водителям. Теперь на некий час с этими словами яны звертаются и до супрасовников милиции. Шмат хто с этими хлопчиков и девчонок никогда не видят своих родных. И на подпиршие кроки зарабил с допомогой работников областного дома детяти. Которые уходят из семьи, как временное отобрание, они приходят более активными, немножечко обученными каким-то навыкам. А есть дети, которые попадают к нам и только у нас начинают учиться каким-то базовым вещам, таким, как держать ложку. После закончения сустречи с усим несентиментальные супрасовники милиции признаются. Часом было складано стремать слезы. Калі деці грають на музычных инструментах и одночасова вачыма шукаю для себе мати на все житце, такое саправды може уразить любого. А таму наведвання областного дома детяти – это далека неофицейное мероприемство. У нас есть офицерское собрание, и ежемесячно сотрудники милиции сдают деньги в офицерское собрание. С этого фонда мы выделили на благотворительную акцию наши дети и купили необходимые гигиенические средства, сладости, игрушки. После карагода у Каля Ёлки супрасовники милиции наведвают детей, які мают тяжкие захворывания. Яны николю не трапят у семьи, бо мают потребу у специализованным постоянным медицинским наглядзе. У шастигадового Геннадия – поражение головного мозга, але на добрые слова женщины в погонах он реагует. Головная задача акции наши дети – оказать потребу тем неполнолетним, які мают потребу у особливой увазе и клопате. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Телерадио «Кампания Гомель».